Так началось утро жительницы Барнаула. Водитель потягивает сигарету, при этом транспорт заполнен пассажирами. Иногда, чтобы добраться из пункта А в Б, приходится перетерпеть и по нескольку таких сеансов зловония. Запах стоит, может быть у кого-то аллергия. Многие с детьми едут, начинают кашлять. Вот это отношение не очень бывает. По такому принципу Данил Зявлов прошел уже не один километр. И делает это не из-за каприза. Аллергия на табак не дает дышать. Если водитель не сореагировал на мою просьбу вытянуть сигарету, и не облачивая проезд, и пересаживаясь. Некоторых водителей не пугает ни потеря выручки, ни штраф. Мол, я везу, я и главный. Вообще, я сам долгое время ездил и иногда курил за рулем. Считаю, это нормально. Нормально? Люди не жаловались? Нет. Я видел женщин, которые едут, одновременно красятся, одновременно смотрят в телефон и ничего. Но курильщиков среди водителей автобусов ищут. Либо пассажиры отправляют жалобу, либо нарушителей выявляют сотрудники Межрегионального управления Государственного автодорожного надзора. Они регулярно проводят рейды. При проведении контрольно-натурных мероприятий сотрудниками нашего управления было привлечено 28 водителей за данное нарушение. И 20 должностных лиц привлечено к обеспеченной ответственности за отсутствие информации в автобусах о запрете курения. Сумма штрафа на водителя 500 рублей составляет на должностное лицо 10 тысяч. Меры жесткие, говорят в управлении. Поэтому дымить за рулем многие не решаются. Пассажиры-перевозчики вносят свою лепту и лишают курящих водителей премий. Я думаю, что мы не такие уж взрослые. При выпуске на линию порядка 80 машин в день и за год 5 случаев. Могадан, может быть, наших тоже, может быть, случаев 5. Ну, если честно, у нас один случай только был, когда мы увольняли водителя. Потому что он не хотел реагировать на замечания. У нас, во-первых, во многих машинах уже оборудовано камерами. Поэтому мы это все увидим за простой. Однако в управлении автонадзора заверяют, что в последнее время подобных нарушителей становится меньше. Пять лет назад за год выявляли 250 нарушителей. Сейчас эта цифра едва превышает 30. Но и им бы неплохо вспомнить, что табачный дым вреден для окружающих. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.